Здравствуйте! Это программа «Свободное время». Жизнь состоит не из времени, а из моментов. Мы постараемся стать для вас запоминающимся моментом. И вот что мы покажем в сегодняшнем выпуске. Органайзеры, коробы для кухонных принадлежностей, предметы интерьера. Алена Лунина расскажет, как можно добавить уюта дому с помощью изделий из бумажной лозы. Как узнать характер женщины по ее сумке. Светлана Афонина расскажет, как этот аксессуар вошел в жизнь человека и какие модели сумок были популярны у модниц прошлого столетия. Плетение из лозы берет свое начало из глубины веков. Есть даже легенды о колесницах, плетеных из ротанга. Оно появилось раньше гончарного дела и заняло значительное место в жизни человека. Но прогресс добрался и до этого вида ремесла. И ивовые прутья заменила бумага. В рубрике «Мастерская» Алена Лунина она расскажет, а главное, покажет, как, казалось бы, тонкий материал может быть надежным в быту и красивым в интерьере. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я всегда чем-то занималась. Начиная с детства. Спасибо родителям, что поддерживали меня всегда в этом. Это было и вышивка, и бисероплетение, и макраме, и шитье кукол текстильных. Ну, как-то не задерживались увлечения, либо очень быстро пропадал к ним интерес. Вот. Это как-то в очередной раз приехала домой к родителям в гости, и вот меня мама с порога встретила словами «Алена, тебе надо это увидеть». Вот. Я к ней пришла, она мне показала фотографии изделий из бумажной лозы. Потом попробовала сама и увлеклась. Увлеклась до такой степени, что до сих пор не могу перестать это делать. Сначала делала все это из газеты, но на трубочках проявлялась печать. Потом все-таки это же печать, это не совсем полезно для человеческого организма, вот эти вот вещества, которые с чернил их содержатся. От газет использовалась только верхняя кромка без чернил. Потом для себя открыла пищебумагу, которая в упаковках продается. Вот. А в дальнейшем перешла на газетный срез, который можно купить у нас в типографии. Чем тоньше бумага, тем с ней приятнее работать, тем эластичнее получаются трубочки. И вот я нарезаю бумагу на такие полоски и вкручу трубочки. То есть раньше у меня была норма, в день нужно было сделать какое-то определенное количество трубочек. Сейчас нет такого нормированного показателя. На изделии, вот, например, на органайзер нужно в среднем около 400 трубочек, вот таких, чтобы сплести. Так вообще процесс кручения сейчас происходит на автомате. Это вот главное, вот, вот, бывают такие, как это сказать-то, из бумагы бывает она себя не всегда хорошо ведет. То есть бывают разрывы, соответственно, эту бумагу тоже никуда не используешь. Все, она у нас выкидывается, снимается, выбрасывается. Но это, надо сказать, заметить самый неинтересный, самый скучный процесс, как по мне. Это вот кручение трубочек, вот такая подготовка к плетению. Вот, когда уже начинаешь их красить, это сложно, но тут уже интереснее, потому что можно с цветом поиграть. Вот, самое интересное, конечно, плетение. Когда все это уже обретает форму, ты понимаешь, что будет. Плетется не сухими трубочками, а трубочками увлажненными, чтобы они были податливые, не ломкие, чтобы все углы были здесь красивые такие, круглые. Вот, и, соответственно, дожидаешься, когда это изделие высыхает, и потом покрывается еще лаком сверху защитным и высыхает еще. То есть сам процесс плетения, он не такой сложный, ну, за исключением сложных форм в изделиях. Сложный процесс подготовки. То есть как, если провести аналогию с плетением из ивовой лозы, то же самое. То есть там сложность в том, что эту лозу надо добыть, что ее нужно обработать, остругать, намочить, увлажнить, потом быстренько сплести и опять ждать, когда она высохнет. Здесь, в принципе, точно такое же. Если вот какое-то изделие я делаю первый раз, как вызов себе, я всегда готовлю заранее большое количество трубочек, потому что знаю, что есть вероятность того, что будут какие-то косяки, неточности, нужно будет переделывать. За все время, которое я плела, вообще вкусы и приоритеты менялись. Если изначально это были какие-то маленькие цветные поделки, то, как я уже говорила, сейчас больше душа лежит к натуральным изделиям, то есть под цвет натурального дерева. На изготовление таких сложных изделий уходит от, вот, допустим, по типу такого домика чайного, то есть сложной формы, сложного цвета, сложного декора, уходит от пяти дней до двух недель. Причем в это время входит как подготовка трубочек, то есть кручение, покраска, обработка, так и изготовление самого изделия. Если изделия из одного цвета, и, как видно по изделиям, которые у меня здесь преобладают, все-таки такие натуральные оттенки, то есть оттенки дерева, клён, лиственница, дуб, с ними проще работать, с ними легче работать, не нужно играть с цветом, соответственно, они плетутся быстрее. Это можно сплести за пять дней, несмотря на то, что корзин, например, большого размера. А так, в основном, я перешла сейчас на практичные вещи, то есть не просто какие-то поделки, которые будут стоять на полке и пылиться, а то, что может использоваться в быту, то есть не только для украшения интерьера, но и нести за собой пользу какую-то. Кладчи, конверты, плетенки, меховые, лаковые, бумажные. Все это – сумки. В Котовском музейном комплексе открылась выставка «Мир украшают таланты». Она заключается в дизайнерских разработках и авторском видении самого распространенного женского аксессуара. У него есть прошлое, настоящее, а главное за ним – большое будущее. Обо всем подробнее узнаете из нашего сюжета. Котовск – это город не только труженик, не только город, конечно, воин, но и город талантливых людей. Вот одной из таких представительниц и является Татьяна Евгеньевна Мухачева. Она делает уникальные, правильно вы сказали, работы, которые… Эта техника называется бумажная лоза. Вот эти предметы она представила на выставке, их 30. А украшает она свой дом, она украшает саму себя этими работами. Когда мы их увидели, то поняли, что здесь уже не удержаться, потому что большинство работников музейного комплекса – женщины. И когда они увидели сумки, представленные именно ею, то поняли, что нужно брать и историю, и доставать из нашего фонда как раз-то вот эти сумки, которые, которыми пользовались в прошлом столетии, не удержались от аксессуаров. И даже очень гордимся тем, что на этой выставке есть, вы видите, и духи «Красная Москва». И они не бутафорские, они даже настоящие там и внутри. Когда мы говорим об изготовлении этих сумок, то начинается все с самых древних времен. Когда люди брали свои предметы, клали на выделанные шкуры, подвязывали их на палку и для того, чтобы удобно было переносить. А потом уже вместо шкур использовали холст. Так появилась вот история рождения первых котомок. Есть и в древнегреческих мифах, есть рассказ о том, что когда был поединок между Персеем и Гаргоной, то он как раз-то в сумке принес ее голову. А по археологическим данным точно есть и уже установлено, что в 1992 году было найдено в австрийских Альпах именно мумия человека. И уже доказали исследователи мумия человека, с которой сзади был рюкзак. И это находки 5000 лет. Мы знаем о том из истории, что в Греции носили маленькие мешочки, прятали в тогу или под пояс и собирали деньги. А у африканцев такие мешочки использовались. Они клали обереги и тоже эти обереги считались магическими. Конечно, самой известной является мадам Помпадур. Именно с нее началось изготовление сумочек. Она сделала впервые сама для себя мешочек для рукоделия. Подвязала тесемочкой, добавила различные аксессуары и получилась сумка в честь нее так и названная. Конечно, когда люди еще с 12 века клали в сумочки уже нюхательный табак, клали туда колоды карт, различные зеркальца и так далее, то сумка из мешка и из того, который делался из шкуры, из холста, превратилась в такое настоящее чудо, без которого ни одна женщина уже себя не представляет. И чтобы уж не удержаться до конца, мы, конечно, использовали современные сумки, которые тоже у нас здесь есть. Это прошлое столетие, середина 20 века. И здесь разные сумки, и эти сумки отдали нам с огромным удовольствием котовчанки. Вот, например, взять эту сумку конверты. Ведь тоже идут истории, идет из тех дальних времен. Начиналось тоже с конвертов, и эта форма есть у нас. Вот Ольга Валова подарила нам эту сумку. Причем, если бы мы ее достали, вы бы видели, там есть тесемочка, и можно вот так вставлять и носить этот кладч. Сейчас уже такую сумку редко найдешь. А она вот здесь вышита. И обратите внимание, она даже напоминает на те сумки, которые вышивали золоташвейки. Если посмотреть эту экспозицию из тех 100 сумок, у которых очень прекрасная, древняя, не побоюсь этого слова, история, конечно, вы могли бы обратить внимание и на эту сумку. Она тоже в виде конверта, но вы посмотрите, какой у нее замок. Вы обратите внимание, как она потерта. И это уже не просто история. Это женщина, которая была влюблена в эту сумку и носила ее до такого состояния, что уже просто, наверное, дальше. Я даже думаю, что так тяжело ей было с этой сумкой расставаться, потому что, ну вот вы видите, да, сами вот какая это наша красота, какая-то история. Сумки – это же не просто очарование. Дело в том, что даже во всех странах, во многих странах уже открывают музей. Например, в Японии, в Великобритании, во Франции, в Италии есть памятник, посвященный сумочке. Ну и, конечно, как удержаться от тех сумок, которые разрабатывают сейчас современные модельеры. Вот я в руках держу свою сумку, она, видите, с каблучком, всегда привлекала внимание. Не только ее цвет, но, конечно, и ее дизайн. Даже психологи говорят, что по тому, как женщина носит сумку, какой размер она выбирает, ее спокойно можно охарактеризовать. То есть вы сумки носили и в руках, и на запястье, и через плечо, и через плечо, и за плечами. Но сейчас надо точно сказать, что сумок много не бывает. А женщины, они такие натуры, что она сегодня одна, завтра она другая. Так что, когда мы говорим, мир украшает таланты, именно эти таланты и дают нам всем возможность еще раз, в очередной раз убедиться в словах, что красота спасет мир. Время не ждет человека. То, что было вчера, уже история. Что будет завтра, не дано знать никому. Сегодняшний день – это подарок. А наша программа подошла к концу. Встретимся с вами на следующей неделе на канале «Новый век». Свободное от работы время. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!